доброе утро доброе утро коллеги спасибо за то что присоединились к нашей утренней трансляции сразу хочу принести извинения за техническую накладку вчера мы планировали провести этот эфир вчера 10.00 но к сожалению в самом телеграме видимо глобально сломался функционал проведения трансляции из-за этого пришлось перенести нашу встречу я алексей ежиков я руководитель секции коучинг ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии практикующий коуч супервизор коучи и психологов работаю в когнитивно-поведенческом подходе и наш сегодняшний эфир будет представлять из себя демо-сессию когнитивно-поведенческого коучинга есть один нюанс что те наши клиенты в демо которые вчера планировали участвовать к сожалению сегодня не смогли из-за этого переноса поэтому сразу озвучиваю просьбу если кто-то из наших слушателей сейчас готов выступить участникам демо-сессии да то есть выступить своим запросом на открытую аудиторию под запись то я с большим удовольствием отреагирую на поднятую вами руку и выведу вас в эфир пока еще присоединяются люди да я кратко расскажу о нашей секции она сформирована уже более двух лет как мы растем активно и на сегодняшний день вы можете узнавать о событиях в секции коучинг во первых из нашего отдельного официального telegram чата telegram группы который можно будет присоединиться любой момент кроме того на сайте ассоциации у нас есть раздел реестр коучей и там есть ссылка на отдельную страничку которая описывает что там наш секции происходит для чего она создана как она работает как можно не вступить и вы можете также я думаю что мы ссылку на эту страничку выложим в telegram туда вот где сейчас я надеюсь будет пост с комментариями да вот я прямой эфир уже начался и комментарии сейчас последний пост да вот том канале где сейчас ведется трансляция мы туда уже в самом этом посте есть ссылка на telegram канал секции коучинга кпп да вы можете присоединяться уже и мы туда выложим ссылку на страничку секции коучинга в целом мы сейчас уже начинаем более активно расширяться мы приглашаем участников которые имеют опыт когнитивно-поведенческого коучинга или намерены его приобретать и развивать это направление кроме этого наша же секция занимается развитием и изысканиями в области коучинга опирающегося на факты по-английски иногда это называют доказательный коучинг по-английски это evidence-based коучинг ряд участников занимается направлением которое называется коучинг сайкологи по английски по русски коуч психологии иногда переводят иногда перевод психология коучинга в общем довольно много интересного поэтому присоединяйтесь теперь переходя к тому что у нас я надеюсь произойдет в ближайшие 50 минут я надеюсь что начиная с этого месяца да я выхожу в регулярный формат и мои коллеги тоже присоединяться из секции проведение регулярного формата демо сессии кроме этих форматов у нас есть точнее начинаются первый месяц вот они уже прошли или нет прошу прощения уже больше больше месяца с начала года проходят интервизии регулярные уже было больше 7 штук где-то около десятка в общем мы продолжаем традицию и в июле у нас пройдут как минимум две интервизии когнитивно-поведенческого коучинга бесплатные на которые мы приглашаем коучей любой степени подготовки со своими кейсами кроме этого у нас в июле стартует курс в ассоциации посвященный доходу в частной практике психолога и коуча проводим его я и моя коллега татьяна за агентство возможно вам это будет интересно для того чтобы в общем из надеюсь адекватного источника получить больше информации знаний самые главные навыков это интенсив они просто какие-то лекции мы проводим за руку от начала до конца четырехнедельный чем он стартует 24 июля а до этого мы будем проводить отдельные тоже бесплатные вебинары которые будут посвящены самой теме развития частной практики поэтому присоединяйтесь и еще у нас в июле пройдут вебинары тоже открытые по когнитивно-поведенческому коучингу отношений и по когнитивно-поведенческому коучингу в организации кроме этого если вы впервые сталкиваетесь с нашим контентом да то вы можете подписаться на youtube канал ассоциации и в этом youtube канале мы также на него ссылку выложим мария пометьте себе чтобы мы выложили две ссылки да одну на страницу секции второй на youtube канал с видео там есть отдельный плейлист секция коучинг и вы там можете ознакомиться с теми вебинарами с тем содержанием которые мы уже опубликовали и проводили до этого соответственно переходя теперь к тому зачем мы здесь с вами сегодня да аудитория поднабралась спасибо вам за то что вы слушаете всю эту преамбу сейчас я надеюсь что состоится демо-сессия демо-сессия это такой процесс работы с реальным запросом демонстранта человека который является клиентом от демонстранта не требуется ровным счетом не как себя специальным образом вести или что-то специальное делать нужно выйти с своим реальным запросом на развитие на какие-то позитивные изменения с которым мы могли бы поработать в течение получаса что важно проговорить во-первых если нам с вами не хватит этого получаса работы по каким-либо причинам я подписываюсь даю обязательство довести с вами еще полчаса демонстрантом для того чтобы доработать эту этот запрос до какого-то более конкретного завершения кроме этого мы с вами понимаем что эта сессия является открытой это означает что люди могут входить выходить посмотреть ее может кто-то кто угодно и в связи с этим поскольку сессия открытая мы ее записываем и выкладываем на канал ассоциации в наш плейлист секции коучинг как некий методический вспомогательный материал для всех интересующихся поэтому здесь тоже важно чтобы вы были готовы поработать с этим запросом на открытую аудиторию и разрешили нам вести и выложить в конце запись нашей встречи один важный момент что если вы все-таки в итоге решаете что нет вы бы не хотели чтобы эта запись распространялась тогда вы заявляете об этом как демонстрант и мы эту запись не выкладываем то есть такая опция тоже возможно да вы можете поработать но потом сказать по каким-то причинам там пришлось говорить о чем-то супер личном о том чтобы вы не хотели чтобы вышло в паблик и тогда мы эту запись не выкладываем в конце после этого получаса все наши участники слушатели смогут задать вопросы желательно чтобы это были вопросы не относительно содержание вот прямо содержание содержание сессии да почему вот здесь пошли туда не сюда чтобы это не было обсуждением личности или ситуации нашего демонстранта а вопросы касались именно когнитивно-поведенческого подхода каких-то техник моделей которые использовал что вообще в этом было когнитивно-поведенческого где границы между коучингом и консультированием ну и так далее такие вопросы теоретика прикладного характера но не касающиеся конкретные личности конкретных действий шагов нашего демонстранта надеюсь вы понимаете что это такая часть уважения к человеку который храбро и уверенно вышел для того чтобы это состоялся наверное это все предварительные вещи которые нужно было приговорить сейчас я прошу поднять руку ту или того кто готов выступить демонстрантом потому что если этого не произойдет то у нас никакого если не сказать ахалай-махалай да не поднять руку то никакого волшебства не получится и как бы поскольку я здесь нахожусь бесплатные для вас да то это уникальная возможность воспользоваться ситуацией собственной целью здесь тоже важно говорить эти полчаса посвящены конкретному демонстранту и не для того чтобы я как-то там демонстрировал свои навыки а для того чтобы решить запрос эти полчаса это ресурс человека который буду здесь работать для себя первую очередь и я буду помогать тоже реализовывать запрос с которым человек выйдет ожидаю руки коллеги нажмите пожалуйста кто хотел бы выйти там есть какая-то кнопочка правых ключев для того чтобы я увидел это и вас мог включить вот у нас есть рука анри я включаю можно включить звук здравствуйте здравствуйте да слышно а мы уже можем приступить подскажите сможете ли вы с видео подключиться чтобы да не видно мне пока нет там может быть кнопочку нужно еще нажать вот отлично а теперь видно здрасте как я могу к вам обращаться можно и дик на вы на ты давать на проще хорошо можешь буквально пару слов каких-то себе рассказать для общего контекста недолго где-то год назад я остался работу как-то занимался на протяжении 14 лет вот вообще пуш просто ушел сфер вот и решил сменить деятельность ну зачастую сейчас как бы очень много сомнений чем конкретно заняться потому что есть два направления которые диаметрально противоположны друг другу это айти и психология немножко немножко конечно сбивает с толку плюс еще есть такая необходимость по моему цифровом детективе потому что привязанность к играм иногда бывает мешает мешать изучение английского соответственно а он сейчас очень мне нужен потому что очень много материала не только справочного а именно и обучающего он на иностранном языке не даже не только на английском даже ну скажем так и на китайском спасибо подтверждаешь ли ты согласие с теми условиями которые я описал проведение этой сессии до что это открытая сессия тут люди входят заходят и что потенциально мы сможем выложить запись и ты сможешь от этого отказаться по завершения этой сессии сказать что нет я бы не хотел чтобы она была дали все согласен тогда что-то хотел бы сделать ближайшие полчаса я хотел бы как-то настроить себя именно на лад ну то есть на какие-то действия которые мне позволяют заниматься именно основными занятиями то есть это обучение английскому и обучение психологии конкретно то есть вместо каких-то второстепенных задач потому что у меня зачастую вот нарушен тайм-менеджмент от 1 распорядок дня 2 и 3 наверное этого нет той собранности которым не сейчас как никогда необходимо настроить себя чтобы регулярно заниматься английском психологии да как ты поймешь в 10 45 что ты себя настроил в 10 45 навряд ли это пойму мне кажется тогда что бы ты хотел чтобы с тобой произошло к 10 45 было понимание что для меня важнее то есть и что это мне дает важнее из чего например если немножко начнем я утром могу начать даже не сколько например завтрака сколько сеть просто на телефон и промотать какую-то ленту да то есть вот например и причем это лента которая для меня важно потому что у нас ну в какой степени политическая в какой степени может быть рабочий даже показать психологии но я понимаю что ну уже сначала наверное принять душ а вообще наверно словно вообще просто позавтраку и начинается совершенно с другого и как бы понимать что завтрак может плавно вообще смотришь так на время тому же время обеда приближается такой думали блин так уже уже пропустили и эдик моно ты хочу сразу напомнить рассказал вы ничего страшного это чисто для порядка скажи пожалуйста но то есть проблема получается такая она более более глубокая что то есть что тебе бы хотелось управлять фокусом внимания и когда ты хочешь когда ты выбираешь завтракать завтракать когда ты хочешь завтракать завтракать когда хочешь заниматься английском заниматься английским ты хочешь заниматься психологией заниматься психология да все верно и ты сказал что хотелось бы понимать 10 45 чтобы тебе хотелось понимать? — Наверное, иметь расписание, понимание, что должно быть расписание, или есть расписание, что нужно приступить к этому, потому что я для себя, ну, скажем так, для лайфхака даже написал, то есть у меня есть на холодильнике, есть на столе, то есть прямо как в некоторых фильмах есть приколюхи вот эти. Нужно с этого начать в понедельник, во вторник, вот с этого, в вплоть до пятницы, получается, 5-2, то есть и субботу тоже у меня есть, но в субботу, скажем так, немножко более расслабленном, раскрепощенном режиме, а мешает именно то, что у меня этот распорядок по факту вообще чертям катится, то есть, ну, там был, например, написан английский, не, не английский, сегодня мы играем, например, в игру, и ты смотришь, что-то так, время английского прошло, хотя игра вроде на английском, думаешь, ну, убеждаешься, что вроде, ладно, вроде был английский, хотя я понимаю, что это фальш. Тогда как тебе поможет расписание? Не знаю, только дисциплина какая-то, наверное, я себя даже пытался как-то уже настроить, там, ущипнуть, например, хоп, что-то как будто проснулось, но есть одна хорошая новость, что если я, например, понимаю, что я поиграл там час-два, что-то не так, подожди, ладно, то играть мы успеем, так вот все прям мгновенно могу выключить и пойти завтрак, но уже время не для завтрака, как говорится, и не для психологии. Вот этот хаос как будто есть, как будто какой-то хаос. Ну, то есть, по факту, да, ты говоришь о том, что расписание есть, но ты ему не следуешь. Что бы ты хотел вместо этого? Как бы сказать? Ну, я вот вижу так, честно, что, наверное, нужно из расписания что-то вообще прямо вычеркнуть, вот, и оставить прямо самое важное. То есть, ну, пусть это даже будет какое-то одно занятие, пусть это будет на полдня, но ты знаешь, что вот это сто процентов нужно сделать прямо жестко, и чтобы это было выполнено. То есть, вот директивно, что я это должен сделать, это надо сделать сегодня, вот начиная с этого времени все. То есть, не может завтра у тебя начинаться, например, в час дня, а это уже бред. И тогда что должно остаться в этом расписании? Ну, если я беру понедельник, это английский, если вторник, это психология. Ну, и по дням так расписываю, да. То есть, весь досуг сместить куда-то, может быть, во второй половине дня и вообще, ну, его, наверное, урезать по времени, как я думаю, так. То есть, завтраки, английский, психология в расписании оставить, остальное убрать? Да, наверное, да. Наверное, так. Как тебе кажется, есть ли еще какие-то способы, кроме расписания, для того, чтобы ты мог регулярно выполнять те дела, которые ты считаешь важными выполнять? Вовремя завтракать, английский, психология? Способы? Ну, не знаю, может быть, таймер какой-то ставить на все, что ли. То есть, вот как от звонка до звонка, может быть, как решение, но мне как-то пока это сложно видеться. Скажи, пожалуйста, если ты вот себе поставишь эти жесткие требования по малому количеству важных для тебя дел, то есть в расписании быть завтрак, английский, психология. Попробуй проиграть в голове. Что будет происходить, когда наступает завтрашний день? Во сколько ты просыпаешься? Ну, завтра у нас пятница, условно. Я бы хотел стандартно просыпаться, например, в 9. Я знаю, что в 9 встал, 100% встал с правой ноги, пошел в душ, позавтракал и занялся психологией. Идеально вообще было бы вот так вот. Вот представь, ты вот сегодняшний просыпаешься завтра в 9. В будильник, да, у тебя или как ты просыпаешься? Я иногда рад, что я просыпаюсь, например, в 5 утра, мне это нравится, без будильника, и могу пойти начать завтракать, начать готовить его. И я как будто себя даже утешаю, что я вроде компенсирую где-то же, я встаю позже, где-то же играю, а здесь я встал в 5, уже позавтракал, и в 6 утра у меня уже полным ходом идет английский. Ну, условно, такое может быть. То есть, я говорю, я вроде такой, да не все так плохо. Такого режима постоянного нет. Я могу себя настроить на то, что я занимаюсь, например, в зале, и тоже встать пораньше, и, ну, условно, где-то в часов уже в 7, что называется, уже тоже полным ходом занять. А зачем тебе вставать пораньше? Да я сам просто встаю, я понимаю, что если я проснулся как-то биологически раньше, чем в будильнике работал, мне даже от этого как-то кайфово не нужно. Так, окей. Ну и тогда завтра ты во сколько встаешь? Завтра хочу встать 9. По будильнику? Как получится. Могу раньше. Ну, вообще, в идеале, конечно, если бы я встал по будильнику, ну, было бы, ну, хорошо. Итак, ты встаешь. Что дальше происходит? Дальше я не беру в руки телефон. Как это тебе удается? Вот если срабатывает будильник, есть вероятность в том, что я могу залипнуть там. А вот если я проснусь раньше и пойду сразу в душ, то мне будет пофигу, сработал он или нет, потому что я знаю, что я уже встал. То есть я уже выполнил свою функцию сам. Проснуться и, в общем, начать действовать. А если будильник сработает, то есть вероятность, что я там могу залипнуть, да. Ну, в идеале, конечно, если я даже там не залипну, я его просто отключил и все начало по порядку. То есть он пошел в душ, принял контрастный душ, приготовил завтрак и приступил к психологии. У тебя есть опыт, который подтверждает, что у тебя так работает? Так. Ну да, такое было. Такое было. У меня даже периодически такое бывает, я не знаю, как это происходит. Я даже не знаю, как это объяснить. А можешь вспомнить последний раз, когда так получалось? На прошлой неделе, на этой неделе так было. Ну вот на этой неделе, последний раз, когда вот ты встал, не залип в телефон, пошел в душ и приготовил завтрак. И начал заниматься тем, что для тебя важно. Наверняка был понедельник, как на страну. И прошлая пятница тоже была. В прошлой пятнице и, по-моему, четверг тоже. Если брать понедельник, то как это происходило по шагам? Во сколько ты встал, как встал, что было с телефоном? Проснулся я где-то, по-моему, в седьмом часу утра. Это было 6-37, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Я помню, что спать как бы не хочу, то есть, либо это не очень хочется. А потом, потом я пошел, сделал просто с чайом, условно, с перекусом. И понял, что, в принципе, если я сделал до 12-ти, основную тяжелую работу, но объемную работу, будем так называть, то тогда у меня вторая половина дня просто, по сути, получается, остается много. Вот для чего еще. И где-то до 12, условно, я занимался, да, до 12 я занимался психологией. Ну, то есть я позавтракал быстренько, прям вообще, прям очень быстренько. Душ успел принять, занимался психологией, и до 12. И там меня что-то прямо уже утомило, я уже понял, что надо, ну, что называется, немножко прилечь на бочок. А потом я не помню, как день прошел еще. Я, может быть, и играл, но что-то я уже даже не помню про это. Возникали ли у тебя вот на этом промежутке идеи насчет того, чтобы взять телефон, там, или во что-то еще затупить, или поиграть, пойти, с момента, как ты проснулся? Нет, что-то я про телефон даже не вспомнил, если честно. Вот я рано так встал, что я даже... Я помню, что он был на зарядке, еще был на зарядке, но я не прикасался к нему вообще. Где физический телефон находился? Ну, на зарядке где? Встали. Это в доступе от кровати, или... Ну, в смысле, ты дотягиваешься лежа до него, или это нужно встать, дойти до стола, взять его в руку? Нет, я сейчас сделал для себя привычку, чтобы телефон не лежал на полу, не лежал где-то на столе, так, чтобы я прямо взял, просто перекатился там, с одной стороны в другую, взял в руку. Нет, я его отодвинул, то есть я даже ногой его не смогу, пальцами схватить, чтобы просто притянуть. Он находится вне зоны. Я сделал так. Ну, то есть ты встаешь и ногами доходишь до телефона? Ну, условно, шага два надо сделать, да. А в понедельник ты проснулся? Я не знаю, ты валялся какое-то время в кровати или нет? Сложно сказать так. Вот если я просыпаюсь прямо с утра, если я прямо просыпаюсь с утра и без будильника, то, как правило, я уже не погружаюсь в мысли, я сразу встаю. А вот если я просыпаюсь где-то в часов 10, я могу еще, да, там, мысленно что-то там профилонить, да, и смотришь, а время еще час прошло. И ты понимаешь, что, да, как бы печалька какая-то. Ну, то есть потому что подъем в 11 часов, это так себе. Начало дня. То есть получается, что в понедельник ты встал сам, это было 7, да, с чем-то ты так вам сказал? Ну, 6,37 это было, да. 6,37, да, ближе к 7. Соответственно, поскольку без будильника, ты, в общем, встал сразу, там, особо в кровати не чилил, сразу пошел в душ, приготовил завтрак и начал заниматься психологией. Да, все верно. Все это время телефон находился на зарядке на столе или ты его где-то еще с собой таскал? Нет, ну, он рядом со мной, но я, как правило, его прямо не дергал, потому что я просто с него раздаю интернет, то есть так или иначе, конечно, его смотрю, вот я включаю, раздаю с него интернет и получается уже просто ноутбуки вот изучал, занимался, встал и все. То есть я к нему прямо не прикасался, не дергал его. Тогда, когда был последний раз, когда ты залит в телефон с утра? Вероятно, вторник. Точнее, нет, всегда четверг или сегодня? Получается, сегодня утро, да. Но я сегодня утром уже позанимался, то есть я, на самом деле, стал рано, где-то примерно тоже шесть. Ближе к семье где-то проснулся, я, скажем, ближе к семье проснулся, и я дальше приготовил, получается, подаврок и приступил изучать психологию. А нет, английский, все, не английский, но вот сейчас у меня будет денег стоять на 10.30, вот он прямо сейчас сработал, но я знаю, что я уже проснулся, и нажимаем просто кнопку «Стоп», все. Вот я позанимался английским, немножко посмотрел по психологии, потом у меня напоминалка вставила, что будет сессия, и я прям моментально подключился и, короче, решил прямо, что сегодня я буду активным. Ну, как сказать, вот я сегодня точно задам вам вопрос, по крайней мере, было желание. Ну, то есть получается, что ты в телефон-то не тупил? Чуть-чуть, что называется, вот прямо чуть-чуть, потому что мне нужно было посмотреть, там, подключить интернет, ленту быстренько просмотреть, там, все, что касается, там, ну, текущих обстоятельств, и все, но это было прямо чуть-чуть-чуть-чуть. Но был риск того, что ты там задержишься? Да, да, конечно. А как тебе удалось сделать так, что это было чуть-чуть-чуть? Я понял, что в любом случае, вот если я не посмотрю, как бы в мире ничего не поменять, то есть я, что называется, не имею там каких-то доступов, да, на влияние. Вот если я это даже посмотрю где-то в четыре дня или вечером, а может быть даже завтра, на выходных, как бы, ну, погода-то не поменяет особо, поэтому думаю, ладно, давай-ка сейчас сначала позавтракаем дальше английский, дальше у нас психология, просписание, и, в общем-то, вроде бы как ничего, день такой нормальный. А скажи, пожалуйста, как ты мог бы для себя кратко и емко эту мысль сформулировать, может быть, какими-то двумя-тремя словами насчет того, что, ну, вот, в общем, даже если ты посмотришь в час или в два, то это сильно не повлияет на... в твою жизнь. Как охарактеризовать? Не охарактеризовать, а знаешь, какую-то для себя емкую формулировку. Ну, то есть, знаешь, как я не знаю, там, в качестве примера сейчас попробую привести что-нибудь. Ну, тезисно или без? Это может быть, знаешь, ну, когда вот я себя хочу, например, погрузить в какое-то не вполне комфортное для меня дело, но которое я выбираю, что для меня важно, я себе могу сказать, делай, что должно. И понятно, что много смыслов, да, внутри этого для меня закопано, но для меня есть такая короткая и емкая формулировка, если я могу сказать, так, Леша собрался, давай, делай, что должно. Вот как ты мог бы для себя коротко сформулировать фразу о том, что, ну, я, в общем-то, если сейчас я не буду, значит, в эту ленту, там, мотать, смотреть, что там в мире происходит, а сделаю это в два часа, то ничего страшного не произойдет. Ну, для меня, в общем-то, есть, в принципе, такой лозунг. Сделать дело, гуляй смело, в общем, что-то вот так вот, да, и поэтому я считаю, что если я до 12 часов, условно, например, с утра сделал практически 80% всей своей работы, да, всех твоих сложных задач, то потом для меня, как будто день проходит легче, и я могу даже посвятить на какое-то небольшое, значит, на небольшое время, вечером на повторение, чтобы это не закрепилось, потому что мне, например, сейчас английский позарез нужен, мягко говоря. Смотри, это ты сейчас чуть-чуть в более общую кангу ушел. Для чего я задаю этот вопрос? Чтобы у тебя была не... Чтобы у тебя появился инструмент, когда ты начинаешь тупить в телефон, вот ты сказал, что как тебе удалось с этим справиться? У тебя возникла мысль, что типа, а что я сейчас туплю, если все равно ничего страшного не произойдет, если я сейчас этого делать не буду, а пойду дальше двигаться по обычной рутине. Но это мысль более длинная и менее свернутая, да, условно говоря. Ты можешь эту мысль сделать как, ну, некий знак. Это может быть даже не обязательно мысль, это может быть жест, это может быть какая-то фраза, которая бы именно это для тебя означала. Что от того, что ты сейчас будешь этим заниматься, для тебя никакой дополнительной пользы не будет. Что ты можешь это отложить, это для тебя безопасно. Ну, на ум что-то приходит только слово действует. То есть вот так вот действуй, действуй, а все остальное, ну, как бы он подождет. Супер, действуй. Тогда могу тебя попросить вспомнить ту ситуацию, когда ты последняя, когда ты прям залит. Не на чуть-чуть, как сегодня, а на час, или на сколько тебя не устраивает. Ну, мы в комплексе берем, наверное, не только телефон, да, компьютерную игру тоже, да. Давай. Так. Ну, прямо относительно жестко это вчера было. Что-то так взять прям. Ну, как я считаю, по-свойски распределение времени, потому что... Ну, вчера, наверное, да. Потому что я какие-то важные вещи мне сделал, и мне даже немножко это гложило потом вечером. Вот. И пришлось их, ну, мягко говоря, ну, сегодня я понимаю, что нет, так как было вчера, я не хочу. То есть это было полный фол, в общем. На клинике. Угу. В какой момент это началось вчера? Сейчас скажу. Вчера достаточно много играл, поэтому телефон был вообще филе, полный автомобиль. Вот. И, наверное, где-то к часам к пяти, когда мне нужно было уже готовить ужин. Я понял, что, слушай, что-то не так. Вообще не так. Ну, плюс я там еще должен был кое-какую бытовуху подумать сделать. Нужно было кое-что еще. Запустить элементарно этот робот-пылесос, еще что-то, я и эту не сделаю, и потом понял, что так, мы же сегодняшний день, по сути, только поели и поиграли. Поиграли и поели. Ну, как у лягушек. Мы поели, теперь можно поспать, теперь поспали, можно и поесть. И что-то мне как-то это немножко взбесило даже внутри. Нет, так нельзя, чувак. Ну, нет, нет. А во сколько ты сел играть? Вчера? Угу. Скажи мне. 9.30. Угу. Как это решение произошло? Ну, просто у меня в 11 лекция начинает онлайн. Я так подумал, что к ним я подготовился еще, получается, позже вчера, а вчера утром у меня было время. А так как я уже позавтракал, я подумал, что я кое-что переповторил, конечно. Дальше я посмотрел, что у меня есть еще полтора часа и прикинул, что так, ну, полтора часа в принципе, как бы у нас, мягко говоря, там есть. А у меня там какая-то анисия была, короче, я хотел там такой думать, так, ну, у меня за полтора часа это точно получится. Ну, и что называется, включил Xbox и начал рубиться. Вот. Постал себе даже таймер, немножко просрочил, ну, как бы продинамил, вот, может, говорим. Время было где-то 10-47, у меня уже остается 13 минут, я понял, что, ладно, если мы пройдем, она тоже никуда не денется, я, ну, в общем, выключил просто, просто схож, зал и выключил, поймался на мысли, выключил. Вот. Время 11, тут прошли лекции, все дела там, а потом немножко позалипал в телефоне, но это касаемо уже было работу, то есть, как бы, это не что-то там, а это был касаемо работы прямо. Время, так, после этого времени где-то было, наверное, пол третьего, и вот в пол третьего условно до пяти прямо все, у меня начался новый класс, новая миссия, и все. Ага, а как ты в пол третьего зашел, как ты в пол третьего принял решение, что надо еще? Ну, такое ощущение, что было с утра какой-то был эффект незавершенным. Я понял, что надо еще. Вот надо еще, как бы. Правильно я понимаю, что если рассматривать вчерашний день, то вот эта первая фаза игровая, это для тебя в целом норм? Я могу себя поймать, например, на мысли, что мне нужно поиграть, ну, что я могу себе позволить, позволить прям поиграть час, поставить таймер. И в этом случае, скорее всего, с большей вероятностью, что все, часто играли, все, успокаиваемся, отключаемся. Ничего страшного. Сам игровой процесс, это такое ощущение, как будто ты, вот сейчас проблем как будто нет, то есть ты не задачами занят, а досугом. и как бы, ну, скажем так, так оно и есть. Но я понимаю, что досуг, наверное, скорее всего, нужно отодвинуть куда-то на, не на второй план, а на вторую очередь. То есть, в общем, вчера произошло следующее. Ты все-таки решил, что полтора часа можно поиграть. Это, соответственно, ты принял решение в пользу досуга в первой половине дня. Когда ты закончил эту первую фазу игровую, у тебя осталось чувство незавершенности, что там что-то в игре не доделано, если я правильно понимаю. Ну, условно, да. Я просто там, ну, в общем, пробую одним и тем же персонажем просто сделать несколько, скажем так, игровых сценариев. И когда у меня не получается, у меня такое ощущение, что значит, надо больше сценариев попробовать там. Вот так вот. Ну, окей. То есть, так или иначе, это такая зацепочка осталась на то, что ты в 2.30 решил так. Так, ну, сейчас я вернусь и, значит, доделаю свой досуг. Тогда, если говорить о том, как ты бы хотел в том состоянии, где ты регулярно занимаешься важными для тебя вещами, то как бы ты поступил с утра? Ну, вот у тебя 9.30, а до 11 еще есть время. Что бы ты сделал вместо этого? Вместо этого? Ну, так сходу прям тяжело сказать, наверное. Вот. Ну, если бы я хотя бы уделил время, хотя это был четверг, английский у меня, в общем-то, это был не по расписанию, но я думаю, что если бы я уделил хотя бы ему, то, наверное, было бы лучше. А есть ли что-то еще, кроме английского и психологии, что ты мог бы делать вот в такие паузы в первые половины дня? Так. Сейчас продумаю. Обычно занимаюсь каком-нибудь бытовой деятельности, то есть условно я могу там запустить увлажнитель, там посмотреть, что, как его настроить, на какое время, кондер, параллельно этого робота-пылесоса, короче, чтобы все шумело, чтобы кто будел, но в определенное время. Что называется, техника свою отработала и лежала спокойно. Вот так. Ну, то есть, как минимум, это возможное действие в рамках вот этой паузы, если она возникает с утра, между важными задачами. Наверное, да. Есть ли еще что-то? Ну, вот как такового плана на вечер прямо у меня нет. не на вечер, а именно в первой, в первой половине, когда ты хотел бы проснуться, принять душ, позавтракать, заниматься важными вещами в первой половине дня, а потом во второй половине уже как-то более дико. Соответственно, у тебя там есть, как мы обсудили, да, я резюмирую. Есть возможность, когда ты встаешь по будильнику и берешь его в руки, допустим, сказать себе, действуй, и это означает, вот все, что означает, и дальше вернуться в поле, вот этот процесс важный для тебя дел. Но выясняется, что у тебя между важными делами еще бывают промежутки, в которые ты думаешь, дай-ка я пойду по гамме. Ну да, да. Я прям даже не знал, с чем я забил. Если честно, я не задумался об этом. Ну, по крайней мере, один из вариантов, да, это промежутки можно бытовыми делами занять. Вот. Но может быть, на дополнительный, у нас просто подходит к концу наш слот времени, да, может быть, это вопрос на подумать, что ты мог бы еще делать важного для себя в первые половины дня, которые ты хотел бы проводить более, занимаясь более важными делами. Наверное, да, более продуктивным, но я не задумался. Я по большому счету чисто планировал, то есть то, что мне уже приготовить, там, например, на ужин, как правило, в это время я уже думал об этом. чем-то более плотным я себя так не забивал. Возможно, нужно было бы, то есть, ну, я понимаю, что если прямо всем заниматься целый день, ну, даже до первого, совершения первых половин дня, я, скорее всего, слишком переутомлюсь, у меня информация уже не будет заходить. Да-да, я говорю не про плотное, я говорю про более важное, чем игра. Например, продумать ужин, мне кажется, вполне себе важное занятие. Ну, вполне, да. Ну, я, как правило, недолго на это трачу время, то есть, не для того, чтобы продумать, что делать с ужином, то есть, мне не нужно полтора часа, наверное, за проблем, но не проблема, а все прояснение в этом. То есть, я, например, за пяти минут знаю, что мне нужно будет делать. Я уже не про ингредиенты даже готовлю, то есть, чтобы к вечеру у меня уже все было, ну, чтобы все было готово. Могу я тогда тебя попросить резюмировать твое нынешнее понимание того, как ты будешь регулярно заниматься важными для тебя вещами, в частности, английским и психологией? Ну, помимо того, что я это все-таки планирую по дням, вот, у меня есть понимание, что, наверное, сегодня поймал на слой действовать в спорте. хочется как-то выставить четкий вот этот тайминг менеджмент для себя, вот что первая половина дня это все самое только важное, без всяких залипаний, без всяких возможностей поиграть, потому что из полтора часа там, да, или еще что-то сделаем, только самое важное и занимаемся этим. все самое веселое и забавное, то есть переносим уже, ну, на завершающую часть дня, может быть, даже вот так вот. окей, и что конкретно ты для этого сделаешь? У меня сейчас мысль такая пришла, что, может быть, не нужно прямо на столе держать уже, что наготовить, то есть тоже так вот, как я с обедом, я же знаю, что мне нужно, может, мне уже сразу моутбук, например, поставить на то самое рабочее место, то есть уже записи какие-то, то есть то, что прямо уже вот оно тебя ожидает, это как горячий обед, вот все, ты его не можешь из холода, то есть он тебя ждет, давай, приступай к действию, вот здесь тот, где-то какой-то закат сделать, и в общем-то, нет, чтобы не отвлекаться, а все посторонние, то есть отключить, и чтобы окей, ну, то есть поставишь ноутбук на рабочий стол, что-то еще, что ты будешь делать по-другому или сделать конкретно? Да, записи и запись, ноутбук, может быть, даже сделать какую-то напоминалку, что включился кондиционер, например, в это время, я знаю, что создать комфортный условий, да, чтобы было не жарко, потому что жарко, чтобы все, как бы, вот он, как называется, предполету готов или нет? Вместо вот он уже все, посадочный талон, давай, не ли, штурвал, что называется, или как там, как-то надо, делать с обычным делом. Есть ли еще что-то? Ну, настроение, наверное. Это, конечно, все субъективно, с пониманием, что тебя жду. Окей. Элик, скажи, пожалуйста, насколько тебе удалось по десятибалльной шкале достичь цели, которую ты ставил на эту демо-сессию? Десятибалльный. Ну, я как бы это еще пока не проберу, но буду надеяться, что это где-то восемь. Это вот так. Думаю, что восемь-девять где-то пограничное. Что я сделал для того, чтобы ты смог решить сегодняшнюю задачу на восемь-деять? Ну, по-моему, мне это даже не показалось. Ты задал очень правильные вопросы, задал очень правильный вопрос, и я для себя где-то включил тумблер, что да, можно действовать, можно создать условия, включить кондиционер по рабочий стол, да, на ноутбук рабочий стол уже, ой, на стол, на рабочий стол ноутбук, в общем-то, какие-то записи, что по большому счету у тебя уже условия созданы, то есть и остаются только за мной. Это где-то глубинный взгляд, на то, что я делаю, что я делаю, очень круто, что можно было себе еще черпнуть, наверное, какой-то источник того, что можно черпнуть себе, ресурсы в себе, не в окружении, а именно в том, что есть тебе. Какая-то может быть доля дисциплины проснулась, может быть, на мой взгляд. Окей. Скажи, пожалуйста, нужно ли тебе дорабатывать этот запрос отдельно потом? Ну, вот, опция еще полчаса дорабатывать запрос требуется? Блин. Ну, я думаю, она бы потребовалась в плане, может быть, какой-то техники, то есть, если, потому что, ну, если что-то не применили, то есть, это, наверное, какая-то техника. Вот. конкретно все остальное я, по-моему, усвоил. То есть, здесь, что называется, ну, есть теория в голове, да, пора бы применить что-то в деле, то есть, руками, ногами. В частности, на сегодня вот у меня уже все расписано, потому что у меня было тоже желание там поваляться еще на утре, несмотря на то, что я уже поднимался английским там полтора часа, вот, хотел полежать, потому что я просыпаюсь относительно рано последнее время, вот, ну, может, это акклиматизация, уже давно здесь шло. Ну, тем не менее, вот я, в общем, вместо того, чтобы даже все не полежать, я выбрал посмотреть песню, мне стала заметка, ну, и вот ты изволился озвучить свою проблему, если так ее можно назвать, в общем-то, запрос свой. Я очень рад этому. Окей. Тогда в завершение спрошу, все ли окей с тем, чтобы мы выложили запись? Да, без проблем. конечно. Тогда спасибо тебе огромное. Надеюсь, что полученные инсайты, идеи и намерения воплотятся в реальность. Спасибо за то, что сегодня выбрал выйти на сцену и поработать с этим запросом. спасибо. Так, тогда я тебя отключу, ладно? И задам вопрос коллегам, коллеги, есть ли какие-то вопросы не столько по самой сессии и развилкам, которые там происходили, сколько по тому, как работает когнитивно-поведенческий подход, я не знаю, возможно, к тому, что со мной происходило, или как я рефлексировал то, что происходило в сессии, ну и так далее, и так далее. В принципе, спектр вопросов достаточно широкий, кроме обсуждения личности клиента и каких-то прямо детально, каких-то конкретных развилок, или там что можно было еще. Вопросы можно письменно задать в Телеграме в канале АКПП под постом прямой эфир секции коучинга, прямой эфир уже начался. Можно поднять руку и мы выведем вас в эфир. кроме вопросов можно поделиться собственными какими-то наблюдениями, выводами, впечатлениями, может быть, тоже, я думаю, что нам будет полезно этот формат диалога применить. Ага, Ольга, секунду. Включайте микрофончик, Ольга. Так, пока не слышно вас. Да, там видно, что микрофон включен, но при этом вашего голоса не слышно. Возможно, в настройках нужно выбрать источник ввода. Там вот у вас внизу есть такая кнопочка с шестеренкой. И вот на этой кнопочке с шестеренкой есть микрофон устройства записи. Вот там нужно выбрать тот, который у вас сейчас работает. Нет, пока не слышно вас. Так, пока Ольга побеждает микрофон. Может быть, есть еще какие-то высказывания, вопросы. Ольга, я вас не отключаю, давайте еще раз попробуем. Так, нет, пока все равно не слышно. Ага, вот. Так, Надежда и Руслан. Надежда, вывожу в эфир. Надежда, нажмите на микрофончик и высказывайте. Добрый день. Меня слышно? Да, добрый. Вас слышно. Мне немножко знакомая ситуация. Ага. И поэтому тоже для себя что-то взяла. Но у меня есть ежедневник, где я пишу жесткие задачи, гибкие задачи. Ну, да, и расписываю время. И разрешаю себе, потому что я понимаю, что запретить себе ту же игру, но я не играю, но тем не менее я отвлекаюсь на какие-то моменты тоже. Но я не запрещаю себе, потому что это будет тогда еще хуже. Я разрешаю себе в какие-то промежутки это себе сделать. Что-то посмотреть. И потом себе говорю, ну так, все, достаточно, наверное, давай займемся чем-нибудь другим. Более важным. И вот тогда смотрю свой ежедневник и продолжаю дальше. Но бывает, когда еще разрешаю себе просто отдохнуть. Я понимаю, что я устала. и если понимаю, что сейчас я опять зависну где-то, то я тогда собираюсь и ухожу на прогулку. Вообще, чтобы только переключить полностью, уйти от этого, чтобы это не вошло уже в такую привычку. Спасибо. Спасибо, что поделились опытом. Надеюсь, что будет полезно. Так, Руслан Зарипов тоже поднимали руку. Да, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Руслан. Да, спасибо за демо-сессию. Интересно было наблюдать. Скажите, может, такой вопрос дилетантский достаточно далекий от темы коучинга. А сколько в среднем длится работа с клиентом с одним запросом? Если можно, я должен говорить. Крайне по-разному, это зависит от той жизненной цели, которую клиент перед собой ставит. Она может быть долгосрочной, она может быть среднесрочной, она может быть краткосрочной. Краткосрочная работа возможна в одну сессию, при этом иногда у клиента жизненная цель является долгосрочной, но он приходит за тем, чтобы решить какой-то конкретный и более детальный вопрос. Ну, например, руководитель, его долгосрочная цель – это повышение в должности, но его краткосрочная цель – повысить видимость своих успехов среди окружающих коллег и руководства. И он решает эту задачу, допустим, в одну, две или три сессии. Это нормальная история. Среднесрочные цели могут достигаться либо ограниченным количеством сессий, там, шесть, допустим, либо так называемыми коучингами-интенсивами. И в долгосрочной работе у нас бывают контракты на год, ну, редко, редко бывает больше года, но на год контракты – это распространенная ситуация в экзекуте в коучинге, ну, то есть коучинге первых лиц организации. Если говорить про такой частный коучинг, да, индивидуальный, ну, все очень сильно зависит от клиентского сегмента и от типа запроса. Да, спасибо. А рекомендуемая периодичность раз в неделю? Это тоже зависит от запроса. По типу периодичности существует регулярный коучинг, он бывает раз в неделю, обычно это работа со среднесрочными целями, в которых нужна интенсивность. Ну, то есть, я не знаю, быстро, опять же, выучить язык до какого-то уровня, быстро разобраться с переездом в другую страну или в другой город, где есть некая срочность. Но коучинг раз в неделю, это, опять же, все очень зависит от целевого сегмента и от запросов, но это не самая частая история, потому что бывает регулярность раз в две недели, бывает регулярность в экзектив коучинге, опять же, раз в месяц. Кроме этого, бывает подход нерегулярного, но долгосрочного коучинга, что это означает. Это подход, который есть в психотерапии, вот Винди Драйден, который к нам приезжал и рассказывал про сингл-сессион терапии и one-at-a-time терапии, он же и коуч тоже, и его же подходы, они и в коучинге тоже используются. Вот есть подход one-at-a-time, что это означает, что у нас протяженный контракт, но клиент приходит с запросом на конкретную сессию, то есть, что я хочу, чтобы произошло через час со мной, что-то понять, что-то спланировать, что-то сделать, какой-то освоить навык и так далее. И клиент решает свои запросы за эту сессию и уходит, пока у него не появится следующий запрос, в ходе самостоятельного движения к поставленной жизненной цели. Иногда бывает, что промежуток два месяца клиент приходит сам через два месяца, потом он понимает, что надо почаще, приходит через две недели, потом приходит еще через две недели, потом снова уходит в самостоятельную деятельность, приходит снова через месяц. То есть, получается такая нерегулярная работа, и для некоторых людей и некоторых запросов это хорошо работает. Поэтому, не знаю, ответил ли на вопрос, строгого такого подхода у нас нет, как, например, рекомендации при терапии какого-нибудь определенного расстройства. Но коучинг раз в неделю в моей практике – это более редкая вещь, чем коучинг раз в две недели, раз в месяц или в подходе one at a time. Да, вполне стало понятнее. Спасибо. Отлично, спасибо. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Я вот видел, поднимал руку еще, молодой человек, к сожалению, не запомнил, но вот я не вижу. Наверное, выше. Ну, тогда, если вопросов нет, во-первых, напоминаю о том, что... А, вот, вижу вопросы в чате. Безэмоциональность терапевта – это обязательное условие КПТ, ну, в данном случае когнитивно-поведенческого коучинга, или индивидуальная особенность Алексея Юрьевича? Это индивидуальная особенность Алексея Юрьевича. Коучи бывают очень разные, как и терапевты, да, они работают собой, и эмоциональность в данном случае является, с одной стороны, свойством личности, с другой стороны, инструментом, потому что, ну, инструмент – это мы целиком, и проявление эмоциональности, оно точно так же должно быть разумным, уместным и своевременным, да, то есть... Если вы, как специалист, более эмоциональны, и при этом ваша эмоциональность разумна, уместна и своевременна, да, и там эмоциональная реакция – это абсолютно прекрасно, это ваш стиль, ваша личность, и очень часто это то, что приводит к вам определенного типа клиентов, да, у каждого специалиста есть свои клиенты, поэтому абсолютно допустимо. Точно так же и там мой формат, да, это формат, возможно, такой, в некоторые моменты более склонный к структурированию рациональности, ну, не знаю, там, безэмоциональный ли, да, возможно, там, менее эмоциональный, чем у других специалистов, но, тем не менее, в общем, тоже допустимый, как мне кажется. По крайней мере, я регулярно прохожу супервизии, да, пока что на супервизиях это в качестве, ну, какой-то такой ключевой зоны развития еще пока в моем случае не звучало, но, возможно, в будущем прозвучит, я не исключаю, да, это такой важный момент, может быть, в моем непрерывном развитии. Еще комментарии от Ольги. Какие убеждения удалось выяснить в ходе этой сессии? В данном случае мы, ну, как клиент, да, и, естественно, с моими интервенциями больше была работа с поведенческим компонентом. Что касается убеждений, то я использовал, ну, точнее, обратил внимание клиента и дальше это использовал как ресурсное убеждение. Ну, вот то, что клиент в итоге сформулировал как действуй, да, то есть это был некий адаптивный, позитивный опыт убеждения, которое было эффективным для того, чтобы отложить телефон, в него не залипать. Вот это было тем убеждением, которое мы использовали. И что-то еще. Во-первых, смотрите, те когниции, которые возникают в ходе, например, планов действий и так далее, это тоже, может быть, не совсем правильно называть убеждениями, да, но это когниции некие. И когнитивная работа предполагает в том числе формирование плана действий, в том числе инсайт, который возник у клиента в самом конце без моего активного участия, но в результате всего того пути, который был пройден клиентом за эти полчаса по поводу того, чтобы там подготовить свою среду рабочую, да, и там ноутбук ставить на стол и так далее, это тоже некий когнитивный сдвиг происходивший. Поэтому вот если мы говорим о когнитивно-поведенческом подходе, то когнитивная зона, она именно в этом контексте активно использовалась. Если говорить именно о ресурсных убеждениях, да, то это вот про, ну, во-первых, про действий, во-вторых, возникшие еще в рамках реструктуризации, наверное, можно так назвать, мысль о том, чтобы не играть в первой половине дня. Вот это то, что было с моим участием, да, и прямой поддержкой сделать. Что помогает сохранять коуч-позицию? Практические рекомендации. Ну, на самом деле, я об этом много рассказываю, у меня даже есть целый тренинг навыков в ассоциации по коуч-позиции для психологов и коучей. Вот, поэтому это очень большой, на самом деле, вопрос. И он тоже и лично на мне основан. Лично мое убеждение, что коуч-позицию не нужно сохранять, из нее нужно не вываливаться, а если вываливался, то возвращаться обратно. Поэтому здесь скорее наработка навыков в том, чтобы обнаруживать, когда вы вываливаетесь из коуч-позиции, ну, и я в том числе, да, и это происходит в рамках сессий, в общем, довольно регулярно. То есть здесь я не могу сказать, что я способен удерживать коуч-позицию непрерывно на протяжении всей получасовой или часовой сессии. Но, тем не менее, я могу обнаруживать это по определенным маркерам. Это маркеры моего внутреннего состояния, маркеры поведения клиента и маркеры взаимодействия между нами, в частности, потери рапорта. Например, тот факт, что клиент несколько раз, два раза, давайте, если быть точным, два раза обращался ко мне на «вы». Один раз я это вернул клиенту, второй раз я не стал это возвращать в процессе, но это, как минимум, говорит для меня о том, что выбранный формат коммуникации был на «ты» по имени, да, возможно, потерян. И, возможно, это могло быть связано, во-первых, с личными особенностями, да, и с содержанием сознания клиента, но это могло и быть маркером того, что я переходил в какие-то, ну, в какой-то более директивный аспект. И, как следствие, это для меня тогда в моменте было указание на то, чтобы проверить, да, Алексей, а ты сейчас в коуч-позиции или то, что к тебе клиент на «вы» обращается, ты ее теряешь. Маркер присоединения к клиенту через «мы» – это очень яркий маркер потери коуч-позиции, и все равно до сих пор у меня иногда это пролетает, когда я говорю «мы» что-то сделаем или сделали. Но я тоже, в общем, непрерывно стремлюсь это отслеживать. И техники возврата в коуч-позиции – это если вы провалились в клиента из коуч-позиции, то есть провалились в его эмоциональное состояние, провалились в то, чтобы там быть на него нацеленным и потеряли контакт со внутренним состоянием, как бы заземлиться, вернуться немножко назад. Я это называю такая как бы коуч-позиция, это позиция шалтая-болтая на стене. Он может вперед провалиться в клиента, а может провалиться назад в свои собственные эмоции, мысли, убеждения, намерения и так далее. Соответственно, если я провалюсь в клиента, то я возвращаюсь назад, просто перенося фокус внимания в тело, на свое дыхание и так далее. А если я провалюсь внутрь себя, я становлюсь директивным, я преследую какие-то свои собственные цели или намерения, то тогда я выхожу наоборот наружу вниманием, я могу посмотреть на объекты вокруг меня, я могу посмотреть на клиента, на то, как он выглядит, какие его эмоции прямо сейчас или какие-то невербальные проявления. Мне, в общем, закрепиться в этом отношении, чтобы быть посередине между проявлениями клиента и моими собственными. Вот, наверное, как-то так. Так, вижу, Ольга еще печатает, можно на 10 минут коллеги подзадержались, я, во-первых, приношу извинения, но я готов еще на пару вопросов ответить, запись мы все равно выложим на канал ассоциации. Отлично. Ольга написала благодарности, тогда я предлагаю на этом заканчивать, надеюсь, что вам было полезно, интересно, возможно, что-то для себя взяли для своей практики. Напоминаю, приходите на разнообразные супервизии, которые у нас проходят, коллеги проводят в подходе к когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, приходите на интервизии, которые проводятся в разных подходах, приходите на наши вебинары, в частности, в июле по коучингу отношений и по коучингу в организации. Приходите на книжные клубы, в общем, всякие разные мероприятия, которые у нас проходят. Для того, чтобы не терять информацию, подписывайтесь на телеграм-канал секции коучинга, ссылка на него сейчас, да, в публикации прямой эфир, где сейчас проходит эта наша встреча. Подписывайтесь на YouTube-канал Ассоциации когнитивно-поведенческого коучинга. В плейлисте секции коучинга будут появляться записи того, что вы могли пропустить или по каким-то причинам не прийти. Демо-сессии у нас также будут проходить в перспективе. И напоминаю или уведомляю о том, что 24 июля у нас начинается курс по доходу от частной практики. Это месячный интенсив, в котором вы сможете поработать со своими, собственно, с развитием своей практики с нуля до более устойчивого, понятного привлечения клиентов. Там мы рассказываем не про то, как вам надо рилс постить в запрещенной социальной сети, а про более эффективные и работоспособные методики, которые проверены временем. И вы пройдете этот путь вместе с нами, не просто слушая теорию, но работая непосредственно над, собственно, проявленностью в вашем нетворке, среди ваших знакомых, коллег, иных организаций и оформляя свое, собственно, присутствие в социальных медиа. Вот, на этом, пожалуй, тогда давайте заканчивать. Спасибо за то, что были. Приходите еще. И отличного дня. Изучайте коучинг. Это интересно.